Сегодня последний день начисления на счета казахстанцев 10-процентной компенсации по банковским тенговым депозитам. Большинство граждан деньги уже получили, и многие задались вопросом, почему так мало? Людмила Батюшкина расскажет, каким был механизм расчета. Многие казахстанцы оказались удивлены суммой компенсации на депозитах, а карагандинку Алину Хасанову премия даже повеселила. Деньги банкам казахстанский фонд гарантирования депозитов перечислил еще 16 марта. Одни банки добавили 10% на депозиты вкладчиков уже на следующий день, другие тянут до последнего. Как пояснили в Нацбанке, если в течение 12 месяцев, начиная с 23 февраля 2022 года, вкладчик хотя бы раз снимал деньги со своего депозита, то премию начислили на минимальный остаток за весь год. Если на вкладе оставалось 1000 тенге, то и компенсация будет 100 тенге. На компенсации претендовали около 5 миллионов казахстанцев, но в итоге большая часть не смогла сохранить деньги на депозите. Получили премию 2 миллиона 600 тысяч человек. Но и из них половина имела вклады до 100 тысяч тенге, поэтому компенсация составила меньше 10 тысяч. Компенсации от миллиона до двух получили 64 тысячи депозиторов. Одни экономисты считают компенсацию хорошей инициативой и приятным бонусом для казахстанцев. Другие уверены, что премии государство спасало банки. Время показывает, что по итогу эти 10% ту инфляцию, которую мы получили за 22-й год, мы ее не покрываем. Покрыли, но только на 50%. Для того, чтобы погасить какие-то панические настроения, какое-то массовое бельство депозитов или еще какие-то такие деструктивные процессы, когда пролетают вот такие черные лебеди, обычно люди склонны поддаваться вот этим паническим настроениям для того, чтобы их как-то погасить, государство со своей стороны обычно запускает какие-то вот такие меры. Обещание компенсации по вкладам позволило в некоторой степени удержать массовое снятие денег с депозитов и как следствие предотвратить крах банков и удержать национальную валюту от обесценивания, считает Арман Бесенов. Казахстан не первооткрыватель. К таким мерам в разное время прибегали многие страны мира.